Здравствуйте, Елена. Я хотела бы выразить свою благодарность за то, что вы, хоть и спонтанно, хоть и как-то неожиданно включились в мою жизнь, вошли в Телеграм случайно, неожиданно, после Нового года. Но я, несмотря на всё это, очень довольна и рада и благодарна вам, потому что мы провели целую сессию, довольно непростую, скажем так. Вы согласились на безденежное вознаграждение, которое у меня не было, в связи, наверное, с блокировками какими-то тянущихся из родовых моментов. Убеждений, стереотипов, ограничений родовых, семейных и так далее. Но я очень довольна и благодарна тому, что вы согласились провести со мной эту сессию, ввести меня под сознание в моё. И несмотря на то, что были как бы отвлекающие факторы, глубже меня ввести туда, вглубь. И несмотря на всё это, я прониклась. И я прониклась. И я думаю, что был эффект, потому что я представила картинку. Я её не забуду, я её готова озвучить сейчас, когда мне было очень тяжело отдавать то серое, то квадратное, то тяжёлое, то стальное. Моей маме, которая уже два года как покойная. И вот эта её жизнь, которую я проживала, которую взяла на себя, на свои плечи, можно сказать, хрупкий, та маленькая девочка, в которой вы меня ввели, я взяла, и мне было очень-очень тяжело отдавать и говорить, мам, неси это сама. Мне это не по силам. Мне это было очень тяжело. И после того, как сессия наша закончилась, я ещё долго сидела как бы в слезах. И мне этот момент очень запомнился, что мне было очень тяжело. Я понимала мозгами, что моя мама уже два года как покойная. Она прожила свою жизнь, и я вместе, казалось бы, с ней. А шлейф той жизни, которую я взяла на себя, её жизни, её груз проблем, её груз ответственности, тянется до сих пор в моей жизни. Я вообще была в шоке, конечно. Я такая сидела как бы в слезах. Ну, я не буду материться как бы, но такая, нифига себе, мне было тяжело отдавать, вот это всё. Я думаю, насколько сильные привязки у меня есть. Я надеюсь, что уже нету. Несмотря на то, что я отдала, попрощалась со своей мамой, когда она умирала, довольно спокойно, что ли, уже. ну, осознанно и спокойно её отвязала от себя, как бы, так, перерезала пуповину и сказала, тебе там будет лучше. Вот. И несмотря на это, вы вводите меня в этот, как бы, в моё подсознательное, бессознательное, и здесь я снова начинаю тормозить в том, чтобы отдавать ей груз, вот этот тяжёлый груз. Я, маленькая девочка, представляю себе, как ей будет тяжело. И я разделяю с ней эту ношу. И через силу, можно сказать, с вашей помощью я... ну, это делаю, можно сказать. В общем, к чему я веду? Я очень благодарна вам, что вы внезапно, случайно, в случайности я не верю, случайно и не случайно, потому что я заказываю, и мысли мои материализуются, кто-то приходит ко мне стучиться в мои соцсети, аккаунты и так далее. Я очень вам благодарна за ваш дар, за ваши способности, за ваши таланты, за ваш отзыв, за то, что вы открикнулись на мою нужду. Вот. И я буду очень довольна и благодарна, если мы ещё будем дальше с вами общаться, работать с моей жизнью нелёгкой, скажем так, с моей какой-то кармой. Благодарю вас, Болёв.